Чтобы у бардачку была заначечка, а не фантики, спряхуйся онлайн. В 2020 году Азербайджан вернул часть территорий, обозначена на карте голубым цветом. Темно-зеленый – это территории, возвращенные под контроль Азербайджана по результатам соглашения о прекращении огня. Оранжевый цвет – это территория, остававшаяся под контролем Нагорно-Карабахской республики, зона ответственности российского миротворческого контингента. Фиолетовый – это Лачинский коридор и монастырь Дадиванг под охраной российского миротворческого контингента. Но сейчас Россия не собирается помогать армянам и, по сути, тихо умывает руки. Южный Кавказ, то, что в России до сих пор с оттенком такого колониального непонимания, как можно по-другому, называют Закавказьем, на пороге Большой войны. Третьей армяно-азербайджанской войны. Все из-за того же Нагорного Карабаха. Будет ли сделан первый выстрел, начнется ли полномасштабное военное действие, пока сказать не может никто. Но здесь как в прогнозе армянского радио. Или будет, или нет. 50 на 50. Очень высокие шансы и очень высокая точность прогноза. Но, извините, метод подбрасывания монетки. Потому что ситуация весьма сильно обостряется и не очень понятно, каков может быть выход, учитывая позиции сторон. И Армения, и Азербайджан стягивают границы войска. Армяне постоянно показывают перемещение армянской армии к границе с Азербайджаном. Азербайджан отвечает тем же. И в любой момент все это может вылиться в полномасштабный военный конфликт. У этого конфликта есть, как минимум, две, нет даже три, очень важных наполняющих. Первая – это стратегическая. Причем это вовсе не то, о чем сказал премьер-министр Армении Пашинян, заявивший, что последние 30 лет стратегии Армении на союз с Россией была ошибкой. Гораздо, гораздо глубже. Последние 300 лет Армения существовала как форпост России. И этому приходит конец. И если этого не понять, то можно вообще забыть не просто о Карабахе, но, как я очень с большим опасением подозреваю, в принципе, о существовании самого армянского государства. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это геополитические сиюминутные расклады вокруг Южного Кавказа, Украинской войны, Турции, России, Армении, Азербайджана, Франции и Соединенных Штатов. Ну и так далее. Всех, в общем, заинтересованных сторон. И третья составляющая – это непосредственно конкретные причины, которые сейчас приводят к обострению, о которых почему-то мало кто упоминает. Все рассуждают в глобальном смысле, но никто не удосуживается посмотреть, а что там на самом деле. Из-за чего сырборд? Так вот, давайте начнем из-за сыра, из-за бора, из-за леса копья мечей выезжает сотня казаков-усачей, что называется. Откуда вылезли здесь казаки-усачи или тараканы-усачи, тараканы, которые побежали во все стороны и зажгли синее море, как в сказке Чуковского? В общем, откуда все это разгорелось там? Друзья мои, на самом деле ничего тут особенно таинственного и непонятного нет. И мне непонятно, почему про это не говорят. Итак, Азербайджан ввел блокаду Нагорного Карабаха. После Второй Азербайджанско-Армянской войны Азербайджан изгнал армянские войска с оккупированных азербайджанских территорий и вернул себе контроль над всей границей с Арменией и значительной частью Нагорного Карабаха. На Нагорном Карабахе, однако, остались еще армянские анклавы и войска самопровозглашенные Нагорно-Карабахской армянской республики, которая формально вроде не член даже Армении, не часть Армении, однако же армяне за нее всегда впрягались. И считали, что они воюют за Карабах, и карабахский клан правил в Армении. В общем, там все очень сложно и запутано в этой Армении. Так вот, эти самые армянские государственные органы, самопровозглашенные карабахских сепаратистов и их незаконные вооруженные формирования, незаконные потому, что Армения не признает их частью армянской армии. Когда Азербайджан говорит, войска Нагорного Карабаха – это часть вашей армии, вынесите ответственность за их действия. Почему они там делают то-то и то-то, пытаются рыть окопы, где они попадя, стреляют и прочее, прочее. Армяне говорит официально, нет, это не наши войска, это войска Нагорного Карабаха. Но с точки зрения Азербайджана никаких войск Нагорного Карабаха нет, потому что нет такого государства Нагорный Карабах. Есть международным правом признанная часть Азербайджана – Нагорный Карабах. И там могут быть только незаконные вооруженные формирования, если это не армянские войска, не азербайджанские войска и не российский миротворческий контингент, который там тоже присутствует. Остается только незаконное вооруженное формирование. И вот эти незаконные вооруженные формирования пытаются получить из Армении оружие через Лачинский коридор, который по условиям прекращения огня между Арменией и Азербайджаном должен был находиться под контролем российских миротворцев, но не находится. По нему долгое время свободно курсировали автомобили, куфуры, целые караваны, в том числе с оружием из Армении в Нагорный Карабах. Потом Азербайджан взял это все под свой контроль, поставил там блокпосты и ввел блокаду, заявив, что в машинах под видом продовольствия везут на самом деле боеприпасы, что он это допустить не может. И тогда начался конфликт, началось обострение конфликта. Армения потребовала освободить дорогу и пропустить караваны с гуманитарной помощью. Азербайджан сказал, при чем тут Лачинский коридор? Вокруг Карабаха много дорог, езжайте любой другой дорогой, мы пропустим. Армения сказала нет, мы хотим проехать через Лачинский коридор. Был сформирован караван из 22 фур, которые поехали по Лачинской дороге, уперлись в азербайджанский блокпост и остановились. Начался международный скандал. Ах-ах-ах, 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе помирают голодной смертью, кушать нечего, детки плачут, у матерей молоко пропало, ужас-ужас, гуманитарную помощь не пускать. Это была заведомая ложь, потому что азербайджанская сторона заявила, пожалуйста, обращайтесь за проездом конвоя по любой другой азербайджанской дороге. Например, по Агдамской. Есть еще такая дорога, которая тоже ведет в Нагорный Карабах. Естественно, через азербайджанскую территорию. Армения формально не имеет права что-то требовать от Азербайджана, потому что она совсем недавно устами своего премьер-министра признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Сказала, что у нее нет территориальных претензий к Азербайджану. То есть Карабах — это Азербайджан. Прекрасно тогда. В чем проблема? Пускай едут по Агдамской дороге, да по любой другой. Нет, почему-то надо именно по Лачинской. То есть самое, где бутылочное горлышко, контролируемое сейчас азербайджанским блокпостом, через которое проходили боевики оружия. Естественно, что Азербайджан на это не идет. Подключают Францию, подключают гуманитарные организации, США, сенаторов и прочее. Начинается с вистопляска и вой. Нормально. Но это дипломатическое и публичное давление на ложные посылки, потому что Азербайджан не препятствует проезду конвоя, но как суверенное государство определяет маршрут, по которому он может пройти. Пожалуйста, везите продовольствие через согласованное с азербайджанским государством дорогу. Это же законное требование? Законное. На это не идут. Начинается подтягивание войск, начинаются инциденты, начинаются нагрентания обстановки, и ситуация находится на грани войны. По большому счету сейчас то, что называется «большая военная тревога», какая была между Францией и Германией в начале 20-го века, перед Первой мировой войной, во время так называемого Агадирского кризиса в Марокко. И, например, «большая военная тревога» 1929 года вокруг Советского Союза, там «Ультиматум Керзона» и все такое прочее. Вот примерно на таком уровне сейчас обострение армяно-азербайджанских отношений. И понятно, что не в фурах и не в блокаде Карабаха проблема. Проблема в другом. Если бы вопрос решался на гуманитарном уровне, то нас согласовали бы они и дорогу, и через Азербайджан бы вели караваны, продовольствие бы из Азербайджана поступало. В чем проблема? Это азербайджанская территория. Ну, везите через Баку, в конце концов. В чем вопрос? Нет, нужно именно там. Значит, есть на самом деле другая проблема. Да, она есть. Эта проблема называется территориальная принадлежность Нагорного Карабаха и нежелание армян Нагорного Карабаха и тех военизированных группировок, которые заявляют, что они представляют интересы армянского народа Нагорного Карабаха, идти на какое-либо сближение с Азербайджаном, признавать себя частью Азербайджана, подчиняться азербайджанскому закону, азербайджанским правительствам. Они все еще ведут войну в своем сознании, в своих головах. Они все еще отказываются признать поражение во второй армяно-азербайджанской войне и пытаются сохранить те обломки, которые у них остались, ту часть территории Нагорного Карабаха, которую они контролируют, для того, чтобы рассчитывать на какое-то изменение военного счастья, может быть, на то, что новая будет война, на то, что победят на этот раз армяне, что совершенно непонятно. И вот с этим нужно понять. Сначала фундаментальный вопрос. Что такое Нагорный Карабах и в чем там проблема? Давайте сразу скажем, что всякие исторические аргументы должны быть выведены за скобки и отброшены как несущественные, потому что они способствуют только обострить ситуацию, но абсолютно ничего не проясняют и ничего не доказывают. Армения заявляет, что это исконная древняя земля армян, где они жили испокон веков, там древнее армянское царство, государство Урарту и так далее. Слушайте, мало ли кто где жил за тысячу лет и две тысячи лет, а в армянской случае за три тысячи лет истории. Какое царство Урарту, которое вообще не имеет отношения к Армении, потому что она погибла задолго до появления первых армянских княжеств и государств. Простите, господи, это вообще не при делах. Это все равно, что Румыния сейчас заявляла бы, что она наследница Римской империи, потому что мы румыны, это же римляне, и поэтому мы претендуем на всю территорию Римской империи, несправедливо захваченную соседними народами. Это вот исторические аргументы, вытаскивается из истории только то, что нужно в данный момент доказать. И больше ничего, это политика, опрокинутая в прошлое. Поэтому не надо исторических аргументов. Если брать исторические аргументы, то речь идет вообще не только о Нагорном Карабахе, но и о всей территории нынешней Армении. Надо об этом тогда четко заявить, что в момент, когда здесь появились русские войска, во время русско-турецких и русско-персидских войн, начала 19 века, никаких армян здесь не было. Это были тюркские земли и риванское ханство, населенные на 75% тюркским населением. И лишь остальная часть, незначительная, и то не вся, не все 25%, это было армянское население. 75% тюркского населения, это зафиксировали русские генерал-губернаторы оккупированных территорий Южного Кавказа, присоединенных, в частности, вот Ереван был присоединен по туркманчайскому миру 1830-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь. 75% тюркского населения. Ереванское ханство. Город назывался Ереван, а вовсе никакой не Ереван. И тюрки там жили к тому моменту уже без малого 800 лет. Может быть, когда-то в глубокой древности, во времена даже не Очакова и покорения Крыма, а во времена, когда существовало еще армянское государство, Тиграна Великого, то есть до нашей эры. Это государство в итоге погибло окончательно в 4-5 веках. Наша эра разделенная, аннексированная между Римской империей и Персидским царством Сассанитом. И с тех пор не было никакого армянского государства. И эти земли заселялись, они изначально населялись сложным составом, населением. Там были племена, которые можно было отнести вообще-то скорее к грузинским и к предкам нынешних азербайджанцев. И, естественно, были и армянские. Армянское население, это было сложное, средневековое население. Это когда вообще не отдавали себе особого отчета в том, что этническая принадлежность важна. Была важна религия, было важно подданство и было важно происхождение рода своей, фамилии. Вот это было важно. А остальное это постольку поскольку. Периодически эти земли входили в состав армянских каких-то владений, княжи, переходически захватывались арабами, захватывались персами, сассанидами, захватывались ханствами, которые образовывались, мусульманские эмираты и ханства на территории Азербайджана и Грузии, между прочим, тоже. Тбилиси долгое время было мусульманским эмиратом. И так далее, и тому подобное. Поэтому разбираться в этих исторических доказательствах и вытаскивать именно то, что нужно армянскому государству, а почему не азербайджанскому, а почему не грузинскому, не персидскому, какая разница? Это все споры ни о чем. Начиная со времен тюрок-сельджуков, когда началась окончательная фаза превращения многочисленного разноплеменного населения Атропотена Азербайджана в современный тюркский этнос азербайджанский, пришли тюрки-сельджуки, а гузы-азербайджанцы-турки, которые живут в Турции. Это все три братских народа. Между азербайджаном, азербайджанцами и турками почти один язык. Там на 90 с лишним процентов слова совпадают. Азербайджанцы понимают турок в Турции вообще без переводчика. Но это я сам свидетель. И вот с момента, когда появились сельджуки, а это 11 век, после взятия крепости Ани в 1061 году, у меня есть об этом ролик, эти земли попали под власть тюрок и оставались под ней вплоть до прихода сюда русских войск в 1830 году, во время последней русско-турецкой, русско-иранской войны. Потому что в Иране, как ни странно, за все эти годы тоже было только тюркское государство. Никакой персидской не существовало. После разгрома царства Сассанидов и до Реза-Шаха Пихлеви уже в 20 веке, отца последнего шаха Мухаммеда Пихлеви. Вы понимаете, что тюрки здесь владели всем. И постепенно, со временем, так сложилось исторически, что территория нынешней Армении полностью, и Карабаха тоже, была заселена на 75% азербайджанцами, тюрками. Ну, я не знаю, что вам нужно в качестве доказательств этнической принадлежности территории, если у вас 75% населения, это ни о чем, а нужно почему-то только права оставшихся там 20 с небольшим процентом, потому что там не все были армяне из 25%, уважать, а этих не уважать, ну, простите, друзья мои, тогда опять-таки я могу только сказать, что надо эти исторические аргументы все выбросить в мусорное ведро, в помойку, потому что они могут только разжечь ненависть и столкнуть лбами народу. Если вы хотите мира и справедливости, то вы не должны привлекать сюда историю. Еще одна жесткая реакция на инцидент. Румынские власти решили разместить вблизи границы с Украиной два укрытия. Посмотрите, бетонные навесы полутораметровой высоты. Судя по фотографиям, для удобства внутри положили мешки с каким-то сыпучим материалом. Картина такая, что везде тяжело, везде напирает противник.